Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. Как видите у нас вышла седьмая глава, часть первая, уровень сложности легко. Ну что же, давайте будем непосредственно играть и проходить эту главу. Потомок тени вошел во временной портал. Прошло 10 лет. Теневой разум, ты тоже это чувствуешь? Когда-то мы были одним целым. Я понял это, как только ты победил меня. Ты это я, а я это ты. Тень разделил тебя, так появился я. И он заточил меня в сферу, но теперь мы воссоединились. Хватит этих теневых фокусов. Я снова стану той частью тебя, которой я был с самого начала. Я исчезаю, теперь ты сможешь остановить тень. Прощай. Глава седьмая, часть первая. Забудь прошлое. Ну что же, давайте посмотрим, что нас тут ожидает. Джет, чтоб не провалиться, это ты? Это правда ты? Потомок тени? Ну и дела. А чему она радуется? Видать, вестник не врал. Он сказал, что ты появишься прямо из той священной могилы. Меня зовут Джет, кстати говоря. Это правда, что ты можешь одолеть тень? Нам с тобой по пути. Я не успокоюсь, пока этот тиран не получит по заслугам. Давай двигаться отсюда да поскорее. К нам уже местная охрана подбирается. Ты же хорошо дерешься, да? Хех. Ну, я надеюсь. Дайте мне всего лишь немножко времени, чтобы все вспомнить. Ну что же, у нас пробуждение сюжет. Отбейся от теневых ботов, охраняющих склеп. Уровень сложности легко. Поехали. Сейчас буду давать трепу всем нашим врагам. Как мы это всегда с вами и делали, в принципе-то. Раунд один. Воин мглы. Хе-хе. Ну давай радость. Повеселимся. Слушай, ну неплохо, ребята. Оу, да он ватный. Ну, а что вы хотите? Это самый первый бой у нас. Накося. Все, лежит и отдыхает. Хе-хе. У меня накопилась полностью теневая энергия. Я думаю, что сейчас, наверное, мы ее и применим. С лету. Ну, а почему бы нет? Что нам ее солить, что ли? Так, ну что, воин мглы, ты готов? Поехали. Нако. Опа. Как он так, ребята, умудрился перебить, а? Со своим капканом. Оу, да если так дело пойдет, да все, ему хана. Остается только лишь добить сосунка этого никчемного. Но. Е. Нормуль, ребята. Я очень рад, что у нас началось продолжение Shadow Fight 3. Мы этого все очень долго ждали и, наконец, дождались. Поэтому мне очень интересно, ребята, смотреть за дальнейшим развитием этой игры. Ну что же. Мы двигаемся с вами к 20 уровню. Получили немножко денег. И тому подобное. Так. Ох ты. Диссекторы. Молот камнетеса. И теневая энергия. Ну. Давай, наверное, посмотрим бонусную карту. И мне достается 150 теневой энергии. Ну что же. Это неплохо, я считаю. А мы с вами продолжаем основную сюжетную линию. Неплохо ты отделал это железку. Терпеть их не могу. С тех пор, как тень уселся на престол в Легионе, боты повсюду. А кто такая вообще Джет, а, ребят? Говорят, раньше тень был нормальным парнем. Героем. Меня всегда насмех пробирает, когда я слышу такие байки. А, ты же не знаешь. В общем, тень уничтожил всех. Династии больше нет. И вестников тоже. А вот это для меня новость. Будем продвигаться осторожно. Здесь куча надзирателей с теневым снаряжением. Легион вовсю использует теневую энергию. Да? Хорошо. Я была подростком, когда войско тени вошли в нашу деревню. Я и несколько других детей убежали и спрятались в лесу. Даже так. А когда вернулись, нашли только руины, пепел и тишина. Все исчезли. С тех пор у меня на душе тоже как будто пепел, знаешь? И таких, как мы, очень много. Черт, надзиратели нас заметили. Ну что же, давайте играть. Сбеги от надзирателей. Уровень сложности легко, новые заветы Легиона. Фух, сосредоточились, ребята. По крайней мере, уровень сложности легко. Так что, думаю, никаких проблем не будет у нас. Ох ты, какие сзади пейзажи. Надзиратель. Нифига себе, у него булавушка там. Ну-ка. Опа. Неплохо ты начал, братюня. А если я? Что ты сморщился сразу же, а? Ну, ну хорош, ну успокойся, родной. Получил критом. Погнали, ребята. Ха! Будет свои еще, как говорится, кулачонки поднимать на меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Непорядок, ребята. Ну что же, первая победа за нами. И, соответственно, будем дальше его наказывать. И никуда он не денется. От моей, так сказать, глефы. Эта глефа сколько, ребята, уничтожила вот таких вот сосунков, как этот надзиратель. Если бы вы только знали. А кто не знает, то посмотрите видосики. Так, тихо, тихо, тихо. Так, крит в голову и добивочный. Прям в пяточку ему. Вот так вот. Нормуль. И это легион, ребята. Это легион. Победа. Хм. Слушайте, мне нравится. Все очень прикольно. Новые пейзажи. Как-то вообще, знаете, вдохновляет меня эта игра. Просто вдохновляет. Вообще, наслаждаюсь ей. Ну что же, у нас тут удары в голову. Это все понятно. Давайте сразу посмотрим, что нам тут дадут. Капюшон Затемнение. Так, пробивающие иглы и теневая энергия. Дайте-ка я гляну на новый предмет. Капюшон Затемнение. Редкий шлем. Так, и посмотрим бонусную карту. И что же нам достается? Крестьянский серп. Обычная усыригама. Новый предмет. Но у меня, по крайней мере, не было ее. Ну что же, я очень рад. Ну а мы с вами, ребята, продолжаем. Конечно же, продолжаем. Ты и вправду отличный боец. И хорош собой. Потомок тени. С ума сойти. Может, ты и вправду победишь его? Я заболталась. Перейдем к делу. Я знаю, где он прячется. И пришла пора ему за все ответить. Мы встретимся с моими людьми неподалеку от логова тени. И спланируем нашу атаку. Вперед! Ага, отлично. Значит, мы двигаемся к логову, да? Тени. Ну что же, поехали тогда. Странно. Мои друзья уже должны были быть здесь. Что-то не так. Иту. Ё-моё. Что-то определенно не так. Ты предал меня, Джет. Отпусти потомка тени. Немедленно. Ребят, вы посмотрите, как он изменился. Это спустя 10 лет. Он какой-то наполовину киборг, что ли. Или я не знаю. Но он повзрослел. И это видно по его лицу. Хех. Я очень рад тебя видеть, Иту. Мне жаль, парень. Но ты мне правда понравился. Но живым вы отсюда не уйдете. Взять их! Опачки! А Джет что, предательница получается? Встреча с легендой. Так, легко разберитесь с сообщниками Джет. Ха-ха-ха. Ну что, ребята. Я готов. А вот Джет готова ли? Правила боя выживания. Хорошо, посмотрим. Но самое главное, что я встретил Иту. А Иту, как вы помните, за нас. А Джет, значит, все-таки была предательница. Раунд 1. Выживание. Охотник за головами. Ну, прикид у него неплохой. Да он тоже, ребята. Тихо. Ватный. Ты посмотри. Ну-ка. Ха-ха. Получил свое? Олух. Все, ему капсдарики. Он лежит в уголочке и отдыхает. Ну что же, еще один раунд. Я думаю, что без проблем мы сможем его победить. А вот сзади, который пейзаж, он просто красив. Вы посмотрите. Склонный гор. Какой-то, я не знаю, город здесь посредине. Причем живет весь на теневой энергии. Все, ребята, я просто-напросто его уничтожу сейчас. А, так это у нас охотница за головами. А то я и думаю, что она там пищит. Ха-ха. Все, ребята. Хана. Замечательно. Победа. Так, ну что на этот раз? Какой будет разговор? Давайте посмотрим, если он вообще будет у нас. Кстати, скоро получим с вами 20 уровень. Буквально, наверное, еще один поединочек, да? Так, ну-ка, колоду дадут мне? А, принц пустошей. Броня. Так, робо-монаха. Отлично. И 15 теневой энергии. Бонусная карта. И мне достаются прототипы. Это обычные электромины. Ну, в принципе, я ими никогда не пользуюсь. Ну, по крайней мере, обычными. Ха-ха. Так, ну что ж, давайте смотреть дальше. Мы договорились, что ты приведешь потомка тени прямо ко мне. Как я просил. Но я вовремя вспомнил, что ты лживая кочевница. Ты заплатил гроши, и я с радостью кину их в твое самодовольное лицо, вестник. Ха. Тень готов на все, чтобы лично расправиться с потомком. И я доставлю ему потомка на золотом блюде. Вот так даже, да? Ого, ребятушки. Ну что же. Надо подготовиться. Кочевники унаследовали от династии ее худшие черты. Ты жадная лгунья, Джет. А вот рассчитывать свои силы не умеешь. Ха-ха. Это уж, наверное, точно, ребята. Закрой рот, вестник. Не знаю, чем этот молчун насолил тени. Но он его получит слишком многое на кону. Ого. Потерянная династия. Победи, Джет. Неужели, ребята, у нас первый босс? А? Фух. Поехали, будем смотреть, что она из себя представляет, этот Джет. Раунд один. Ох ты, какая миленькая. Но, боюсь, придется тебе, наверное, погибнуть. Я буду драться в полсилы, говорит она мне. Но, ребята, судя... Судя по тому, как я ее разбираю, я люблю молчаливых. Рука не поднимается. Это таково на меня? У меня поднимается все. Даже моя глефа на тебя, Джет. Зря ты, конечно, затеяла эту игру. Не сегодня, детка. О чем она вообще там говорит, а? Ребят, кто-нибудь понимает? Раунд два. Ну, погнали. Хопа! Давай покончим с этим, говорит мне Джет. А ты ловкий, где ты родился. Там, где я родился, тебя нет и не будет. Ребят, теневая энергия у меня накопилась. И я не знаю, стоит ли ее применять. Наверное, не сейчас. Не буди пустошь. Не буду, не буду будить. Джет, ты, главное, не волнуйся. Я быстро с тобой разберусь. И, главное, что безболезненно. Третий раунд у нас на кону. Теневая энергия у меня есть. У нее, кстати, тоже есть теневая энергия. Кто кого? Кто быстрее, ребят? На-ка! Ты не понимаешь по-хорошему? Нет, я не понимаю по-хорошему, поэтому будем по-плохому. На-ка! Выкуси, засранка! Game over! Да, ребята, я нас поздравляю с этой победой. Джет оказалась слишком легкая для нас. Так, мы должны получить, в принципе, хорошую колоду. Есть! Новый уровень, 20-й. Я нас с этим поздравляю, ревитули. Фух. Так, ну это мы пропускаем. И смотрим. Капюшон, затемнение, робо-монаха и теневая энергия. Плюс бонусная карта. И мне достается отдача. Это редкий спецприем на доспех. Ну что же, а мы продолжаем с вами. Ну как же так долго, а? Ну что такое? Я не могу понять. Так. Я зарекаюсь иметь дело с кочевниками. Это тоска по династии. Когда-нибудь выйдет мне богом. А ты тоже хорош. Хех, конечно хорош. Поверить в то, что можно вот так запросто заявиться к тени и... Впрочем, это объяснимо. Ты не видел его своими глазами? Конечно нет. Конечно нет. Я только из себя недавно тень изгнал, а ты мне что-то хочешь тут втирать. Кочевники заметили аномальное свечение вышек по всей пустоши. Я понял, что ты скоро появишься. И связался с Джет. Надо поторопиться. Видишь эту уродливую башню? Это дело рук тени. У нас большие проблемы. Я все объясню по дороге. Хотелось бы послушать твою историю, Иту. Та башня, которую ты видел. Ускоритель теневых частиц. Тень готовит очищение мира от теневой энергии. Но это может означать только уничтожение. Расщепление одной единственной теневой частицы высвобождает колоссальный заряд. Чтобы забрать прототип ядра ускорителя, тень напал на купол. Впоследствии ты увидишь вокруг. Пространственно-временное искажение. Здесь погибло много людей и разумных ботов. В том числе и мой отряд. А аномалия продолжает копировать их. Ага. Копии-копии. Сюжетка. Отбейся от ботов-разведчиков. Правила боя. Теневое вмешательство и проверка на выносливость. Ага. Это что-то новенькое. Я же даже дайкаться стал. Ёлки-палки. Проверка на выносливость. О, какие планы, какие пейзажи, ребята. Бот-разведчик. Опа, нифига у него там. Ты видел пуху? Погоди-ка секунду. А что я должен сделать? У него... У него энергия не кончается. А в чем проблема? Нифига ты, парень! Так, а что же я должен сделать? Неужели теневой бить? Блин, подожди. Я не могу понять. Ребят, я не могу понять, что я должен здесь сделать. Да ты хорош, что успокойся. Я... Если бы хотя бы знать... Я выиграл, да, или нет? Фух, победа. То есть надо было просто продержаться. Блин, они бы хоть говорили бы заранее. А то на выносливость и это... В общем, продержаться надо было определенное количество времени и все. На этом наша победа. Ладно, двигаемся дальше. Опачки! Солнечная вспышка! Нагрудник пуриста! И теневая энергия. Вот это классно, ребят, смотрите. Эпический доспех. Новенький, такого не было. Не было еще ни у кого. У меня у первого появился. И мне достается еще 20 теневой энергии. Поехали далее. Весь этот теневой ад вокруг. Результат того, что тень во время атаки слегка задел пустую комнату. А ускоритель, как сотня пустынных комнат наизнанку. Он меняет пространство и время не внутри себя, а снаружи, во всем мире. С помощью ускорителя тень пересоздаст мир. Но он почему-то медлит. Ускоритель готов. Значит, тени не хватает чего-то еще. Я не знаю, сколько у нас времени. И нам срочно нужна пустая комната. Я спрошу ее, как свернуть этого невменяемого фанатика. У кого он спросит? У Джет, что ли? Погнали дальше. Погнали, конечно же, ребят. Я не сказал тебе главного. Об этом тяжело говорить. Понимаешь, это был я. Я лично отдал тени прототип ядра ускорителя. Мне нет прощения. Но что я должен был делать, скажи. И я хотел остановить кровопролитие. Я был в отчаянии. Было ясно, что прототип нужен тени для каких-то темных целей. Но пока оставался шанс спасти хотя бы кого-то. Стой. Тихо. Кто там? И ты тоже. Сюжет. Победи отражение Иту. Ё-моё. Я помню, ребята, первые бои с Иту. Это было что-то. Это был ад кромешный. Тем более по незнайке. Сейчас посмотрим, как на этот раз у нас будет. Ого. Это Иту? Точно, это Иту, ребята. Я узнал. Ха-ха-ха-ха. Ну-ка. Подожди, что-то мне не нравится, ребят. Хотя, подожди. Все пока под контроль. Нет, не надо, не надо. Тут готов. Первый раунд за нами. Слушайте, мне нравится новый вид оружия, который сейчас внесли в игру. Ребят, вы видели, да? По красоте просто-напросто. Пейзажи задние просто обалденные. Водопадики. Все это. Руины какие-то. Все замерло. Вон там, вон сзади дом рухнутый и замер. Просто во времени. Погнали. Иди сюда, цыпленочек мой. Я тебя немножко пожарю. Так, еще давайте невуху. Так, тихо-тихо. Ау. Подловил меня, ребята. Он меня подловил. Так, давай я кого-то так сделаю. Клюнет, нет? Должен клюнуть. Ха-ха. Welcome to hell, е-мое. Нормули, ребятули. Мы победили теневое отражение Иту. На самом деле, Иту как-то смотрится намного лучше, чем его прототип. Или теневое отражение. Так, я думаю, скоро будет 21 уровень у нас, судя по всему. Так, продолжить. И что же нам достанется здесь? Так, это стальной пилум. По-моему, уже было такое. Маска посланника. Ага, все, понял. И смотрим. И мне достается катана-отшельника. Тоже, ребят, такое было. Я, честно говоря, думал, что будет новое... Что-то доставаться мне, а не старенькое. Хочу новую, новую палицу. Новый выдвижной меч или нож. Пустая комната где-то здесь. Но она в режиме маскировки. Нам нужен бола, чтобы открыть ее. Я имею в виду настоящего бола. Все бола, которых ты встречал раньше, его клоны. Старик много прыгал во времени. Каждый прыжок создает клона, побочный эффект. Болла живет неподалеку, в стабильном участке купола. Какие-то психи-мотыльки поклоняются ему. Ты сам все увидишь. Какие-то психи-мотыльки? Оу, ребята, а уже уровень сложно. Ну все, начинается жара, по-моему. Сложно, потом невозможно и так далее. Давно не виделись, мастер Болла. Это потом Актени. Он, наконец, вернулся. Прикажи своим культистам держаться в стороне. Долго ты еще будешь водить ко мне культистов, Иту? И не начинай опять про потомка. Слушать смешно. Его не существует. А вот, ребята, как выглядит настоящий Болла. Не тот, которого мы с вами видели. Тут уже, смотрите, в возрасте чувачок. А там-то был моложавый такой. Тот ребенок погиб еще до рождения. Вместе с его матерью. Мэй. Все, что от него осталось, теневой разум в сфере. А теперь проваливайте вы оба. Мотыльки не любят посетителей. Что за мотыльки еще, а? Забудь о прошлом. Останови агрессивного мотылька. Ну, раз уж требует у меня сюжет остановить мотылька, естественно, буду останавливать его. Надо только глянуть, что за мотылек. Вот это вот мотылек! Ну, давай посмотрим. Ой-ой-ой, мотылек, я тебе не завидую, кстати. Тихо-тихо, у него, ребята, теневуха накопилась. Давай пробуем. А? Смачно? Поехали дальше. Да что ж ты будешь делать-то? Тихо, не надо никаких бросков. Что? Успокойся, ты сказал парень. Я... Как тебе сказать-то? Паучок, ё-моё, а ты мотыльок. Да ё-моё. Да хорош ты усп... Все, ребят, хана ему, короче. Пришлось просто-напросто. Нафига у него удар там, да? Раздухарился он. Я к чему про паучка-то, ребят? Что паучок сильнее мотылька, так что пускай не вякать здесь. И музыка, какая эпическая здесь музыка. По красоте просто-напросто. Погнали. Ну, мотылек, всё. Я думаю, ты... А почему ты так быстро копишь себе теневую энергию? Можно узнать? А? Что такое? Выбил? Ты прикинь, он выбил из меня, ребята, дух весь. Поехали. Отлично. Опа, вот это было плохо. Да чтоб тебя! Блин, что-то, ребята, не получается у меня ничего хорошего здесь. Пробьёт, да? Бум! Отдуплился я, короче. Слушай, у него моментально восстанавливается теневая энергия. Вот что я заметил. Но я думаю, что в третьем раунде я всё-таки его должен победить. Первый проигрыш за сегодня. Но не последний, чувствую я. Иди сюда, мотылек. Я готов. Я готов встретиться. Я потомок тени. А ты-то кто? Я не могу понять. Ты без рода, без имени. И звать тебя никак, сынок. Достал ты меня. Просто ты меня достал. На! Теневой урон, ребята, он получает минимальный, как мы видим. Опс, тихо. Пробивной. Должен быть пробивной. Есть. Вот так вот, ребята, мотылькам мы обрезаем крылья. Своей глефой, конечно же, глефой. Она у меня имбовая, она рулит. Так, ну что же, мы получаем очередной пак новых картишек. Надеюсь. Давайте посмотрим, что же нам выпадет на этот раз. Так, принц пустоши, доспех редкий, но обычный. Ну, робо-монаха это уже было. И теневая энергия, да? Ну, естественно, 15 теневой энергии. И еще 20 теневой энергии в плюсе. Ну что ж, поехали. Ребят, еще, видимо, один бой нам предстоит, и у нас будет 21 уровень. Девиз вестников, забудь прошлое и узришь будущее. Но ты, Иту, думать ни о чем не можешь, кроме добрых старых деньков. Это правда, и я заставлю тень заплатить. Ты должен помочь нам. Мастер Бола, проводи нас в пустую комнату. И что тебе это даст? Тень и так был силен, а ускоритель сделает его всесильным. Смирись, ничего изменить нельзя. Хм, невозможно, уже невозможно. Да ну, хорош, что так быстро-то? О, ребята, последний бой, я думаю, будет у нас вечным. Уже невозможно. Вот так вот. Я смогу все исправить. Мой друг вернулся, и он поможет мне. Он потомок тени. Так говорила пустая комната. А тебя она называла спасителем купола? И где теперь вестники? Позволь спросить. Я докажу, что она не ошиблась. Ни в нем, ни во мне. Не горячись. Если твой друг и вправду обладает теневым разумом, мои временные ловушки его не остановят. Я испытаю его. Так, ребята, дежавю, босс. Невозможно, победи Бола. Погоди, ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть. Ну, давай посмотрим, что у меня там есть. Что лучшего у меня есть. Ну, понятно, что я могу взять ледяной жнец. Ну, я не буду, наверное, ребята, его одевать. Я с эпической Глефой буду выступать. Да. Так, улучшить. Я могу улучшить Глефу. Не будем пока ничего делать. Давайте, ребята, посмотрим все-таки вначале на нашего, так сказать, Бола с его там ловушками или с чем он там нас хочет поразить. Но я готов, наверное. Ребят, не знаю. Смотрим. Первый босс. Уровень сложности невозможно. Ёлки-палки. Он еще и с мечом. Я ненавижу этих самураев. Ой-ой-ой-ой-ой. Поехали. У меня, кстати, ревматизм. Я очень рад. Да чтоб тебя! У-у-у! Щет! Да успокойся. Я не могу ничего сделать, ребят. Не понял. Я вам... Ты прикинь, я хочу сделать удар. Он его сразу контрит. Моментально. А в чем прикол? То есть я только начинаю что-то делать, он сразу ловит меня. Понимаешь? То есть это как бы запрограммировано. Аааа, как же я его должен тут обманывать? Неужели не бить оружием? Да это бред. Смотрим, ребят. Понятно. А если мы вот так сделаем? Через мину будем, ребят, работать. Что? Что он делает? Черт подери! Да как быть-то мне? Вот так вот? Ага. Подловил, ребят. Подловил. Ладно, я пошел спать, говорит он. Ха! Промахнулся. Да что тут происходит? Я не понимаю, ребят. Короче. Нужно выбирать какой-то определенный момент. И только тогда его атаковать. Но какой момент этот, я не могу пока разобраться. Ладно, третий бой, наверняка я проиграю. Но сейчас мы будем с вами разбираться. В чем тут прикол? Ты понял? Не подсечка, ничего не срабатывает. Давай поставим мину. Я знаю, что он сейчас будет ее контрить, ребят. Вот так вот сделаем. Ну вставай на минуту. Да ты посмотри. Бесполезняк. Ёпарсоте. Офигеть. Ребят, серьезно, я не знаю, как с ним тут драться. Ха! Хватит шуметь, говорит. В чем прикол? Придется мне, ребята, разбираться. Это, наверное, за кадром. Ну, естественно, поражение тут. К бабке не ходи. Сейчас, что он тут мне запоет? Старик очень хитер. Не провоцируй его. Он только этого и ждет. Лучше дождись, когда он допустит промах. Слушай, а когда он этот промах может допустить? Слушай, я сейчас попробую глефа. Если глефа не получится, ребят, я возьму, наверное, жнеца. Так, ребят, немножко заточился. Теперь у меня уровень сложности безумно. Ну, хотя бы так. Надеюсь, в этом будет какой-то толк. Погнали. Блин, надо ждать, когда он сделает промах. Как вот только это понять? Может быть, в блоке быть? Ага. Ребят, сработало. Да еб просто. Смотри-ка, а, контрит. Так. Слушай, ну совсем другой разговор. Вот это я понимаю, ребят. Так, тихо, погоди. Давай, ударяй, бей. Ты смотри, что делать. Блин, спровоцировал его, а. Не тут-то было. Поехали. Отлично. Сработало все. Короче, суть Бола здесь такова. Вы стоите в блоке. Он бьет. Пока он не сделал следующий удар, вы его контрите. То есть, делаете ответку. Вот такая. Не знаю, ребята, будет ли следующая какая-то модификация. Будем ждать, смотреть. Поехали. То есть, поняли, да? Опа, я его подловил. Отлично. На, не попал. Что он там делает? Смотри. А что он делает? Он хилит себя. Эй. Ах, ты посмотри на него, жучара. Время остановило. Ты прикинь. Смотри, что он делает? Хорош парень. Вот, ребята, вам и вторая модификация была только что. Поехали. Да пригнуться ты, ты не можешь, что ли, а? Блин, вот как, как вот это вот, ребята, отклик нудный. Нудный. Я вот нажимаю вниз, он пока полуприсед, потом полный присед. В этот момент он уже получает. Короче, ребята, у него есть модификация вторая. Мы только что ее увидели. То есть, надо быть на изготовке. Поехали. И желательно его держать рядом. Рядом с собой. Пипец. Да чтоб тебя. Поехали. Сейчас наверняка будет, ребята, хилку врубать. Да как ты меня ловишь-то, а? Так, 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 ну, добиваем. Нет, не добили пока еще. Твою ж маговку, а. Да ну, ты посмотри, что он... Так, сейчас попробуем, ребят. Да ну. Да как мне его поймать-то? Извините меня. Ребят, он, смотри, сейчас добьет меня. Офигеть. Вот это... Вот это имба. Ребята, даже у ворот не получается мне, как говорится, я вот это через куб прохожу, да? Но он все равно увиливается. То есть, в этот момент, мне кажется, нужно иметь теневую энергию, чтобы была она заряжена. Ладно, попробуем еще разок. У нас раунд четвертый. Вот это да, вот это имба. Как же мне с тобой разобраться-то, а? Теневую энергию, ребят, я сэкономлю. Да ты будешь приседать-то, дурила ты, несчастная, блин. Он не хочет, ребят, приседать, понимаешь? Естественно, естественно, получаем по рогам. Ах ты, смотри, как я его классно сейчас подловил. Е! Ушатал. Чисто случайно получилось. Так, ладно, но это еще не конец, ребят, еще третий будет у нас. Поэтому давайте приготовимся. Теневая энергия у меня заряжена, так что имейте в виду. У него, кстати, тоже. Это означает, что он будет применять куб. Погнали. Да чтобте! Тихо, 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 не надо. Стоит, что-то ждет. Блин. Ну ты будешь... Я не знаю, почему он не может приседать полностью. Я не пойму, ребят. Добьет, что ли? Я же в блок. Нет. Да что? Понятно. Теневой удар, ребят, его не берет. А так? И так, бесполезняк. Все, мне хана. Вот это да. Вот это да. Если хочешь, оставайся. Ну, ребят, по крайней мере, я понял принцип. Я думаю, что сейчас у меня уже будет больше шансов на победу. Поэтому поехали. Ну что, ребята, я готов встретиться с этим Бола лицом к лицу. В общем, первый бой мне понятен. Как себя нужно вести. Второй, третий немножко потруднее. И куб, который он вызывает, его можно пробить, ребята. Учтите это. Так. Ага. Понятно, понятно, что он меня ловит. Да чтоб тебя! Ну давай, бей. Отлично. Погнали. Бросай. Не стал почему-то бросать. Свой сюрикен, да? Ха-ха. Давай еще разок. Бомбит. Давай. Отлично. Погнали. Ну, первый раунд за нами. Здесь все легко и просто такое опешился. Кстати, узнаете доспехи, которые на нем надеты? Я думаю, что многие узнали. Хорошо. Второй раунд. Немножко сложнее. Почему? Потому что у него, ребята, теневая энергия практически накопилась. И он сейчас будет вызывать свой куб. Ну, против куба я уже понял, как драться. Его можно элементарно разбить. Так, отлично. Давай дальше. Подловил его. Е! Второй раунд. Довольно быстро в нашу сторону закончился. Но еще разоваться рано. Потому что третий раунд. Теневой энергии у обоих нету. То есть на равных мы с ним. Фух. Сердце затрепетало у меня. Главное не профукать, ребята. Такой момент. Поехали. Шикарно. Бросай. Да почему же ты не можешь присесть-то? Вот. Ах ты. Вот как делаешь. Ребята, бьем этот куб. Его можно пробить. Чтоб вы знали, что он пробивается. Да что? Подловил его. Поехали. Контрит. Контрит, ребята. Так, давай. Хрен тебе, старый хмырь. Есть. Пробуем дальше. Ааа. Стоим, 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 стоим. Ждем, ждем, ребята, ударов. Поехали. Ну все, Була. Да выеживался ты. Но достойный противник, ребята. На самом деле достойный. Не стоит его недооценивать. Фух. Но самое главное, что мы его прошли. И я получаю 21 уровень. Опять же, я нас всех с этим поздравляю. Мы должны, наверное, получить колоду. Причем довольно хорошую. За босса всегда давали хорошие, ребята, колоды. Вау. Вау. Доспехи. Так, ну, молот камнетеса это фигня. А вот доспехи вот эти красота. Ну-ка. Версия 707. Эпический доспех. Ну и давайте смотреть. И мне достается еще 20 теневой энергии. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам скажет Була. Он, наверное, согласится с тем, что я все-таки потомок. Теневой разум внутри тебя. Иначе бы ты не смог даже пошевелиться. Но он ведет себя смирно. Видимо, ты его истинный хозяин. Ума не приложу, как ты мог выжить. Но предположим, что ты сын тени. Что дальше? На что ты рассчитываешь? Из-за тебя погибла женщина, которую он любил. Тень ненавидит тебя и уничтожит при первой возможности. Я открою для вас пустую комнату. Пойдемте. Но сначала я докажу, что ваша операция по спасению мира пустая трата времени. Ну что же, дорогие мои друзья. Вот на этой, пожалуй, ноте мы сегодня и закончим эту серию. Она довольно хороша была. Мне понравилось. Нам осталось буквально, ребята, половину пройти. И глава 7 будет пройдена. Ну что же, а теперь давайте посмотрим все бонусы, которые нам доступны. Ну, во-первых, заберем вот эту вот награду. Замечательно. Так, и все. Больше мы ничего пока не можем. Ладно. Двигаемся дальше. У нас вот здесь еще что-то есть. Так, апрельский марафон. Так. Сверхвременные скорости. Забирать награду. Смотрите, ребята. Оу. Круто. 80 гемов даже получим с вами. Ну, ты будешь забирать или нет? Ребят, ну что за вот эти вот подвисания, а? Что за фигня? Вот. Они вот все сделали, но с этим так и не доработались. Так, 90 тысяч монет. 80 гемов. 800 теневой энергии и 20 ключей. Достойно. Заработай. 11 500 монет выполнено. Это еще одно достижение. Так, а здесь мы на апрельском марафоне, ну, чуть-чуть буквально не дотягиваем, да? И вот здесь. А что у нас тут за покупку стандартного бустера? Понятно. Это у нас все по этим, по заданиям. Так, смотрим, что у нас здесь. Что у нас интересно вот тут? Такое. 9. Так, ребята. Забираем бесплатно. Одна карта. Точнее, даже билет. Так, и смотрим дальше. У нас здесь, ну, это марафон, понятно, апрельский. Смотрите, что у нас здесь доступно. Новый. Так, это у нас скальпель. Эпическая катана. Хм, а у меня, ребята, такого оружия пока нету, поэтому я его куплю. С вашего позволения. У меня катаны нет вообще никакой. Обычная есть, но тут эпическая, поэтому грех не купить. Тем более, у меня гемы, как вы видите, есть. Новая карта. Новый предмет. Шикарно. И хочу также, наверное, купить, ребята, новый перк. Вот он. Стоит 210 гемов. Я беру. Так, легендарный перк. Это наш шлем. 15% в шкале теневой энергии в начале каждого раунда. Слушай, ну, это достойно, поэтому покупаем. Так, ну что же, вот он у нас перк. Новая способность продолжить. Там еще, ребята, у нас есть что поискать. Вестники, да? Бесплатно. Давайте откроем, посмотрим, что нам здесь достанется. Ну, это, естественно, редкий. Это обычный, ребята. Не какой-то там эпический. Я уж молчу про легендарный, но тем не менее. Вскрываем. И смотрим. Так, мины. Диссекторы. Кужаная накидка и маска посланника. Кужаная накидка. Ха-ха, прикольно. Так, а вот, ребята, диссекторы. Хлыст катаны. А, катары. Так, зачем я зашел в экипировку, а? Ёпорсты. Ну-ка. Воу. Ну-ка наденем как. Ох ты, прикольно. Я смотрю, блин, ну не с этим, ребята, шлемом. Как-то... Хе-хе. Как-то с этим шлемом немножко чудно выглядит. Но все-таки. А вот с этим... Если мы наденем. Воу. С этим вот довольно прикольно смотрится. Ну, у нас вот этот с вами раскачанный. Поэтому оставим пока такую маску короля обезьян. Так, мы можем немножко даже улучшить с вами, наверное, доспех, да? Но пока не буду. Знаете, что я хочу? Я посмотрю, какие перки можно сюда воткнуть. Так, теневое исцеление. Ну, давай сделаем. Потом у нас есть пинок мула. И, наверное, мне кажется, лучше поставить отражение. Так, в течение пяти секунд снижается на 45%. Давай вот это, наверное, мы с вами поставим перк. На отражение. Так, и что у нас еще там есть? Давайте посмотрим далее. Да, ребят, смотрите, самое прикольное. Вечные ценности. Ты прикинь? Мастер купола. Офигеть. Вот это вот, да. Вот это штука. Смотри, легендарные хлысткотары. Хелициры. Офигеть. Асфиксия. Теневая способность. Я что-то такое даже и не помню. Блин, прикольно, да? Так, ну, это весеннее приложение. Ого, а это-то что такое? Исследовательское предложение. Что это за... Обратный счет. Легендарный цепь и щит. Цепь и щит. Ну, то есть, это булавая с щитом. Тоже прикольное. Вообще классно. Что там? Бонусные карты без видеорекламы. Нет, понятно все это. Ну, вроде бы как, все насобирал. Что у нас тут? Вау! Забрать награду? А за что? Смотрите, ребят. Ну, давай заберем. Прикольно. Здесь тоже забрать можно. И здесь. А за что это мне все дают-то? Ха-ха. Смотри, сколько я набрал всего-либо тебе. Потом вот это будет. Слушай, это же у нас, получается, сеты. Ведь так? Ну, да. Что-то я не могу немножко понять. Это за каждый сет мне дают награду? За каждый собратый сет? Который у меня есть? Слушай, ну, я тут, ребят, сейчас разживусь нехило. Смотри. Прикольно. То есть, не зря мы с вами копили шмотки, да? Ха-ха. Так, а тут гему даже дают. Так, а тут еще и теневую энергию. А, это за обычные, за обычные шмотки, ребят. То есть, у нас есть эпические сеты, легендарные, да? А обычные даже за них дают по 75 энергии. Это все-таки классно. Это очень круто. Прикиньте, я могу вот теперь одной кнопкой надеть вот полностью сет, который захочу. Это, кстати, очень круто. Слушайте, сколько я тут... О, тут даже деньги есть. А это вообще за самые-самые нубские еще. Помните шмотки, которые мы с вами зарабатывали? Ха-ха. За них хотя бы даже маленько денежек дают. Сколько мне денег там вообще, а? Один миллион двести шестьдесят девять тысяч. Нифига я. Тихо подожди. Зачем я надел... Зачем я нажал на кнопку надеть? Ну, давай, давай. Можно здесь как-то все? Нет? Нельзя. Нету кнопки такой, ребята. Собрать все. Ох ты! Подожди. У меня вот этого нету. Но я могу получить награду. Нет? Нет, не могу. Не могу. Потому что нету, ребята. Не собраты сеты. Смотрите, кстати. Сколько у меня еще и чего нету? Вот так-то. То есть, есть дальше, ребята, смысл работать? Блин, хочу вот этот шлем. Мне понравился он. Четко все. Костюмчик. Ну, я думаю, что все это мы с вами получим. В магазин. А что если я забегу в магазин? Ну, это обычный, да? Скорее всего. А, подожди. Тут еще... Это сеты были? А тут еще, смотрите, способности. Надо было сюда, наверное, кликнуть. Ну-ка, давай-ка нажмем. Да, ребята, еще у меня целая куча способностей нету. Очень много, да? Так что есть, опять же, смысл, ребята, набивать, выбивать, качать, развиваться. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте уже точно будем с вами завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы вскоре с вами встретимся в следующей части и продолжим играть в эту замечательную игру, которая называется Shadow Fight 3. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok